Предложил агент продолжить карьеру в Армении, то есть я как бы не разумывал и согласился, потому что был послышан о команде как одного, потому что выступали здесь у меня ладавские футболисты как танц-патады. И тренерский состав был тоже замутованный, и мы слышим только хорошие, позитивные слова. Ставлю в плане командных целей, возьмем номер один, потому что, ну, как бы свои личные цели поставлю на второй план, как по забитым. И главное команде помогать выигрывать в каждом матче, и цель по чемпионству Армении, я думаю, возможно, будем стараться. Ради команды, в принципе, я готов всегда и на все, так что тренер больше знает, в какой позиции у меня лучше будет. Так что, ну, я комфортно себя чувствую на фланге, но если надо будет поменять что-то в игру команды, я без проблем сменю позицию. Всю жизнь играл под шестнадцатым практически, ну, шестнадцатый занят, и как бы я выбрал двадцать первый номер. Не могу сказать, что у меня с этим номером что-то связывается, ну, просто нравится команда двадцать первый. Я решил выбрать двадцать первый. У нас в Молдаеве чуть туго тоже с болельщиками, то есть у нас посещаемость, то есть невелика, там, ну, максимум, там, может быть, Шериф Зимбрук, там, Петро Куб. Угу. Приходили там тысяча-полторы тысячи болельщиков, а так, везде так, с Кутников. Последний год мы играли без болельщиков, ну, блин, честно, уже привыкли, наверное, я не знаю. Угу. Конечно, хотелось бы увидеть болельщиков, потому что всегда болельщики добавляют мотивацию на бой. То есть может что-то не пойти в игре, может не получаться игра, но болельщики мотивируются ее поддержкой. То есть и за счет этого команда была движительной. Честно сказать, ничего я не знаю, потому что за свою карьеру я не сыграл ни одного матча против армянской команды. И, ну, в основном, вот как только началось следить год назад, как возглавил тренерский штаб на Молдавский, Молдавский тренерский штаб, и туда перешел еще в молдавский футболист Данск. Поэтому новости на, допустим, мы следим за футболом, то есть на Молфутболе, новости про армянский футбол стали чаще и чаще появляться. И вот как последний год мы следили буквально часто. Я думаю, что навряд ли из Армении ребята перейдут в Молдову, потому что, ну, в Молдове чуть до нас класса сейчас положение. Как бы, а в Армении, я думаю, с радостью поедут. Потому что, ну, в Армении уровень футбола, я думаю, кто на порядок выше, чем в Молдове, потому что в Молдове гораздо упал уровень футбола за последние годы. Почему? А я думаю, все с финансированием связано. Упало финансирование, и у многих команд нету денежных средств, мы плачиваем зарплату, и то есть играют местные футболисты, либо вообще молодые играют, воспитанники. То есть там уже шериф ухудшения идет, да? Нет. Шериф отдельная история. Шериф – отдельная история. Шериф всегда в грандах молдавского футбола. Молдавского футбола было и остается. Пау Зимру, Пау Милл Сами, то есть и Петрохов как бы, и Смитл Георги еще держатся. У всех остальных команд проблемы с финансированием. Постараюсь отдать от себя все, что есть. Приехал только побеждать. Надеюсь, как минимум хотя бы выиграть какой-то трофей в этом сезоне. Это всегда приятно. Постараюсь от себя отдать все, что есть на поле. Забивать, радовать вас голами. Знаете с каждой стороны? Постараюсь отגрова. Во nutrient – это ученик ухудшения куш hopelessки,